Все будет ровно, один только шаг, невзгоды уйду, лови добрый знак, фитнес твой. Бодрящая утренняя зарядка под руководством вожатых на стадионе детского лагеря «Премьера» юные жители Таймыра. Спорт в почете, в том числе свой национальный. Это масс-рестлинг. Нужно перетянуть противника на свою сторону или вырвать палку. Данный вид набирает популярность в России, а это специальная дисциплина – метание аркана. Иван из Дудинки, ему 14, любят спорт. Участник юноармейского движения планирует стать военным. В Анапе впервые. Домой везет массу впечатлений. Особенно запомнилась экскурсия, на которой ребята узнали о быте и традициях народов Кавказа. Гостеприимные. Они тепло дают своим гостям. И также мы даем тепло. Для нас выступали заслуженные артисты республики Адыгея. Они нам показывали национальные танцы, сражения на мечах, экстремальные выступления на лошадях. Также во время экскурсии там можно было увидеть много различных животных. Коз, енотов, кроликов и огромного грифа. Он, по-реальному, если честно, огромный. Ребята приехали сразу на две смены. В 42 дня билет в оба конца стоит недешево. Его покупают родители, но раз в два года каждый имеет право на компенсацию стоимости проезда. Путевку же приобрели за счет районного бюджета. У нас дети некоторые море видят в первый раз. У нас вчера в Дудинке было плюс 8. Неделю назад плюс 5 и шел снег. Или здесь мы. Солнце, фрукты, море. Море дважды в день. До обеда и после тихого часа перед ужином. Желтый флаг означает, что купаться разрешено. Несмотря на то, что глубина небольшая, в воде юных отдыхающих сопровождают вожатые и плавруки. Море здесь – один из главных источников впечатлений и вдохновения. Это один из кружков. Здесь лепят из пластилина. Ксении 11 лет. Ей нравится творчество и кулинария. Недавно она побывала на мастер-классе у шеф-повара. Очень классно. Интересно. Хобби кружки нравится. Как море, как мы ходим на него. Всякие игры. В одном из кружков занимаются выращиванием овощных культур, не урожая ради, а для расширения кругозора. Для юных отдыхающих это своего рода экзотика. Национальные мотивы. Мальчики ловят символических оленей. Танец поставила Елизавета Черепанова. Она из села Хатанга, расположенного на одноименной реке. От Дудинки еще два часа лететь на самолете. Этот инструмент у разных народов называется по-разному. В данном случае варган. Это то, что можно легко взять с собой. Так же, как сегодня мобильный телефон, только варган это для души. А на по же место, располагающее к творчеству. Здесь очень жарко. Это однозначно весело. Есть разные мероприятия. Запомнилось, как мы на море ходим. Конечно, очень классно. Тепло, жарко, загореть. Все могут с удовольствием. Никакого фастфуда и только натуральные продукты. Можно попросить добавки. Уже через пару дней юные жители Таймыра отправятся домой, чтобы рассказать сверстникам об Анапе. А сопровождающие педагоги посоветовали жителям курорта обязательно побывать на российском севере, потому что в каждом найдется место частички тундры. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.